Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пимненко, и сегодня мы поговорим о науке и технике. Причём поговорим не только с точки зрения современных технологий, а начнётся всё с самого Леонардо Давидчи. Ну так уж получилось, правда это или нет, но есть ощущение, что там начинался такой настоящий инженерный бум. Ну и мне, как человеку, которого первая профессия инженер, будет приятно вспомнить что-то по этой теме, тем более, что в гостях у нас директор Международного института новых образовательных технологий Российского государственного гуманитарного университета, кандидат технических наук Сергей Викторович Каушинов. Здравствуй, Сергей Викторович! Добрый день, Николай! И я так понимаю, что, ну сразу же скажу, мы договорились поговорить прежде всего о выставке, о которой мы здесь уже говорили с нашими представителями музейно-выставочного комплекса городского округа Люберцы. Выставка, которая называется «Инженерный гений возрождения». Ну и вы кандидат технических наук, то есть вы, наверное, тоже немножко и в данном случае техник, наверное, прежде всего инженер, но и немножечко романтик, потому что всё-таки мы отправляемся в какую-то историю. Вот первый вопрос такой. Каким образом, какое отношение вы имеете к этой выставке, и почему такая выставка сейчас вдруг здесь, в городском округе Люберцы? Ну, во-первых, хочу Николая, во-первых, поблагодарить за приглашение, во-вторых, сказать, что я кандидат технических наук, но моя основная специальность – это история науки и техники. Я заканчивал аспирантуру. – Революция машин. – Да, Института истории и создания техники Российской Академии Наук. И поэтому в Российском государственном гуманитарном университете существует и кафедра, связанная с историей науки и техники, с архивами научно-техническими. Вообще вот эта давняя культурная традиция в нашем университете – рассказ о том, что наука, техника, культура – это всё звенья одной цепи. Рукописи не горят. – Абсолютно. И несколько лет назад в нашем ВУЗе была организована такая небольшая инициативная группа, благодаря которой мы решили попробовать использовать высокие технологии для того, чтобы познать культуру эпохи Возрождения. Ну и этот проект вырос в том, что это образовался целый центр. Сегодня этот центр называется Музей-мастерская 3D-винчи, где с помощью машинолазерной резки, гравировки, 3D-сканеров, режущих плоттеров, 3D-принтеров самых разных видов и типов, которым оснащён гуманитарный, кстати говоря, ВУЗ. – Что хорошо. – Все хорошо, когда наши учащиеся, наши студенты погружаются в эпоху Возрождения. И сегодня не секрет, что практически самые большие открытия, которые связаны в мире искусства, с исследованием живописи, скульптуры, рисунков, графики и так далее. И так и иначе связаны с тем, что используется какое-либо техническое изобретение или техническое устройство, например, камера высокого разрешения, микрофон, радиорентгенологический анализ и так далее. И с помощью вот этого нового инструмента происходит проникновение в творчество того или иного мастера. И вот Леонардо да Винчи стал для нас вот такой иконой, я бы так сказал, которая сегодня аккумулирует науку, искусство, технику и технологии. – Если у нас это было, наверное, в какой-то степени, чуть позже, конечно, гораздо позже, Ломоносов, да, тоже такой вот представитель, ну, наверное, вот не зря существует это сочетание физик-лирик, да, всё время. То есть это некий человеческий подход. Да, можно быть стопроцентным техником, да, что называется, колепать в гараже что-нибудь, получать от этого удовольствие и совершенно не обращать внимания на то, что происходит вокруг. А есть люди, которые вовлечены вот действительно в человеческую культуру и анатомия тела, и картины, и оды, да, возвращаясь к тому же Ломоносову. Ну, конечно же, Леонардо да Винчи, безусловно, для нас особая история, но я так понимаю, что здесь есть тоже такой элемент проверки. Я сейчас поясню свой вопрос. Всё-таки обывателю сейчас что не покажи, а вот это чертёж Леонардо да Винчи, и он как бы, да, это чертёж Леонардо, ну, так, видно, что какое-то старенькое такое. То есть насколько сегодня вы, как историк, сохранилось много документов, связанных с Леонардо да Винчи, чтобы потом уже по этим чертежам попытаться сделать современную версию? Ну, в данном случае нам сегодня Леонардо да Винчи интересен несколько как первооткрыватель в какой-либо из этих областей, хотя, конечно, сегодня любая история эмбриологии, ботаники, биология ведёт своё начало трудов Леонардо да Винчи. Но в области инженерного дела сегодня он интересен несколько другим. Он интересен тем, что в творчестве Леонардо да Винчи зашиты так называемые эвристические приёмы творчества, то, что сегодня наиболее востребовано. Сегодня уже учёные называют эти формы творчества, такие импири приёмы, разрешение проектных конструкторских противоречий, таких, как, например, инверсия, компундирование, агрекатирование, им дают разные названия. То есть это то, что скрыто, и что говорят, вот это инженерный гениальный творческий гений мастера. Так вот сегодня, изучая инженерные скетчи и наброски Леонардо да Винчи, с помощью новейших технологий мы можем проникнуть в его творческую мастерскую. И если хотите, снять с подкорки этих чертежей, мыслей, вот эти приёмы творчества. И поэтому, изучая и перерисовывая, и создавая компьютерные трёхмерные модели этих инженерных сооружений Леонардо, мы начинаем понимать, какой способ, какой приём он использовал, чтобы создать то или иное устройство. Так же, как сегодня художники для того, чтобы набить руку, копируют работы старых мастеров в живописи, так и сегодня инженеры, они должны с помощью скетчинга, с помощью компьютерного скетчинга изучать лучшие работы инженеров возрождения прошлого. Ну вот сейчас такой тоже вопрос. Мне приятно, что в вашем лице как бы и техник, и, опять же, и научный подход, и инженерный, и гуманитарный. Но вот так смотришь за планетой Земля, вот люди-то, по большому счёту, особо не изменились. Ну, разве что появилось больше каких-то возможностей. И даже есть постоянный спор, а технический прогресс, он нам как на пользу идёт? Или всё-таки ближе к дивану у нас, так сказать, всё время там оставляют? Вот насколько инженерные гении проявлены так давно? Насколько мы его использовали уже? И есть ли вещи, которые ещё были наброской Миллионардо да Винчи, до сих пор непонятны, мы их не можем разгадать? И это нам в добро? Или всё-таки надо иногда уходить от дивана? То есть ряд вопросов сразу поставил. Выбирайте, как вам будет удобно. Николай, ну вот вы очень такой каверзный вопрос задаёте. Это действительно важно и интересно. То, что Леонардо-то, собственно говоря, был открыт отнюдь не в 15-м, а в 16-м веке. Большинство его трудов, работ, это, в общем-то, 19-й, 20-й век. Тогда, когда Леонардо стал явлен сообществом, мировому сообществу, европейскому сообществу, многие учёные, культурологи, искусствоведы, инженеры бросились изучать его. Бросились изучать его живописные произведения, более подробно, в результате оказалось, что из тех 16 работ, которые сегодня известны, не все сегодня приписываются кисти истины Леонардо, а в том числе и у учеников. Сегодня рукописи насчитывают порядка 7 тысяч страниц, и практически весь инженерный гений Леонардо, это парадокс, сегодня лежит именно в его личных записных книжках. У него нет ни реализованных мостов, ни построенных соборов, ни крепостей, когда мы можем сегодня рассказывать о других итальянских и русских, в том числе инженерах, мы видим эти постройки, мы видим эти фундаментальные громадные работы. Доказательства, да. Да, вот. А у Леонардо этого ничего нет. Ни одно из его изобретений, скетча, оно не было реализовано в действительности, в материале, в металле, в дереве. И тем не менее он остаётся гениальным из всех инженеров. Это парадокс. Это очень похоже на судьбу Баха, да, когда нотная тетрадь упала через сто лет, в библиотеке кто-то полез, и вдруг все узнали Баха. Сто лет нужно было, чтобы это узнать. Но возвращаясь к Леонардо, ведь он, насколько я помню, ушёл из жизни во Франции, куда его пригласил Франциск I, для того, чтобы он построил, внимание, дворец для своей матери, ну, или что-то такое подобное. То есть как, в общем-то, потом его сделали главным инженером в тогда ещё не республике, а король сделал. Вроде бы они всё время общались. Кстати, там вот осталась, почему, собственно говоря, и знаменитая картина Леонардо, а Монализа наша всем известная. Ну, там целая история потом будет. Но, тем не менее, его приглашали даже как, в данном случае, архитектора и как строителя здания, как инженера. Но, опять же, он уже был в летах. Я так понимаю, что... Ну, не совсем в летах, Николай, ему было, когда он умер 2 мая 1519 года, всего 67 лет. Но по тем временам? Ну, Микеланджело умер глубоким стариком. И тем более Леонардо да Винчи в своей жизни, как свидетельствуют наши документы, историки не испытывал особой нужды. Он всегда, тем более уж по приглашению Франциска I, когда ему был предоставлен замок, прислуга, и он ни в чём себе не отказывал. И не только он, но и его ученики, которые были рядом с ним. И поэтому, конечно, Франциск I почти... Это можно было бы сказать трофей итальянский, который он взял, пригласив себе Леонардо, чтобы он ему построил идеальную столицу, идеальный город. Такой был проект у Леонардо. Глобальный, да. Но если вспомнить ещё несколькими годами раньше, в 1482 году, Леонардо, когда приехал из... Обиженный приехал из Флоренции в Милан, то Людовико Сфорцо, он, так сказать, послал своё резюме из 12, по-моему, пунктов. И, как это ни странно, все первые 10 пунктов себя Леонардо да Винчи позиционировал как военный инженер. В первых пунктах я могу строить разводные мосты, я могу сделать бомбарды с разрушительной силой, я могу делать подхопы под стены. И вот всё дальше, дальше, дальше. Это военный инженер. Предпоследний пункт я могу писать картины не хуже любого живописца. Ну и последний пункт могу сделать совершенно потрясающую, великолепную конную статую вашего отца Франческо Сфорцо. Ну, Николай, вы же знаете, начальники читают первое и последнее. Военный инженер, конная статуя. И Леонардо получает заказ на создание совершенно потрясающей, уникальной бронзовой скульптуры, конной скульптуры отца Франческо Сфорцо. И поэтому, конечно, изучение творчества Леонардо мы сегодня ведём по его личным записным книжкам. То есть это вот, представляете, если вы потеряли бы мобильный телефон, потом его через некоторое время нашли, и все ваши записи, вот мы теперь начинаем в этих записях копаться и начинать... У него записи только получше, просто поинтереснее. Но он тоже писал в типах покетбука, и надо сказать, и сама манера записи интересна. Он может делать какой-то инженерный маленький скетч, что-то такое, о, ему пришла мысль, и он догадался, как это происходит. Сделал короткую запись, и всё. То есть он бросает недоделанный инженерный рисунок. Для него скетч инженерный... Понятно. Это метод познания, как это работает. И в тот момент, когда он это понимает, этот рисунок бросается. Поэтому мы очень многие рисунки видим недописанными, недорисованными. То есть, получается, ему вроде бы как неинтересно становится, потому что он уже всё понял. Он открыл для себя открытие, идёт дальше. Да, он же не предполагал депубликации своей манускрипты, как это мы делаем сегодня. И поэтому там текст вплетается, рисунок, из рисунка вытекает текст. Потом вдруг свои впечатления об обеде, которые он вдруг вплетает в текст описания механизма. И вот на нашей выставке «Инженерный гений да Винчи» мы как раз и показываем, каким образом сегодня оживают вот эти скетчи, рисунки Леонардо да Винчи с помощью аддитивных технологий. И вот здесь Леонардо становится архи-современным. Почему? Вот на слове, почему мы здесь, как положено в записных книжках Леонардо, делаем паузу, после чего продолжим. Напомню, говорим мы об очень интересной выставке «Инженерный гений возрождения», которая проходит в городском округе Люберца. В гостях у нас кандидат технических наук, специалист, историк, можно сказать, по технический историк, можно так сказать, да? Да, техник-историк. То есть он знает не только саму технику, но еще и историю, что довольно интересно. Сергей Викторович Ковшинов, директор Международного института новых образовательных технологий Российского государственного гуманитарного университета. Итак, Леонардо да Винчи. Продолжим через несколько минут. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Говорим мы сегодня о выставке «Инженерный гений возрождения» Леонардо да Винчи, о том, как эти рисунки можно, в общем-то, превратить в реальность, и возможно ли это, и что вообще сегодня за реальность. Директор Международного института новых образовательных технологий Российского государственного гуманитарного университета, кандидат технических наук Сергей Викторович Ковшинов здесь у нас в гостях. Скажите, а вы к этой выставке имеете отношение как историк в данном случае? Как историк, как преподаватель, как педагог, потому что музей-мастерская 3 да Винчи, которая сегодня существует в стенах Российского государственного гуманитарного университета, и часть этой экспозиции находится в музейно-выставочном комплексе в Люберцах, как раз и предназначена для того, чтобы заинтересовать школьников, залицовать студентов, аспирантов проблематикой применения высоких технологий, компьютерных технологий, аудиовизуальных технологий для изучения целого цикла гуманитарной дисциплины. То есть мы основываемся на опыте каких-то очень далёких-далёких лет и пытаемся по современным, так сказать, меркам подойти уже к чему-то новому. Мы поговорим, естественно, о будущем, но возвращаемся к Леонардо. Мы остановились на его вот этих подходах. Итак, то есть скетчи, понял, бросил, масса рукописных работ и приходит в голову идея пытаться дорисовать, не только у вас, я так понимаю, весь инженерный мир, наверное, прежде всего. Ну, мы часто видим, ну, в той же Италии, понятно, что Леонардо да Винчи везде какие-то выставочки, да, проходят. Потом музеи, особенно музеи, скажем, даже современного искусства иногда прокатывают что-то подобное. Конечно, любая картина Леонардо да Винчи, даже самая маленькая, даже не совсем установлено её авторство, что это именно он. Даже поговаривают, что в конце жизни у него якобы и рука одна не очень хорошо работала. Так что всё равно народ рвётся, покупает билеты и идёт. Я так думаю, что и с нашей выставкой будет. Но почему пришла эта идея сделать по этим работам 3D вот эти модели? Зачем? Ведь это уже всё в прошлом. Я думаю, что история идёт к 2002 году, когда был, праздновался юбилей 550-летия Леонардо да Винчи, и праздновал этот юбилей вся Европа, и в том числе и Москва, и Россия, и из Милана, из музея техники, науки техники Милана в Москву тогда приехала громадная коллекция машин и механизмов Леонардо да Винчи, была грандиозная выставка в Политехническом музее. И вот это, наверное, дало толчок очень многим сегодня, и в том числе, наверное, молодым людям, и немолодым людям заинтересоваться творчеством да Винчи. Потому что вот такой всеобъемлющей выставки не было очень-очень давно. В 2019 году Мир праздновал 500-летие уже со дня кончины Леонардо да Винчи, и это были совершенно грандиозные экспозиции во Франции, в Италии, во многих других городах, где жил и творил Леонардо да Винчи. Поэтому эта тема, тема да Винчи, она сегодня очень-очень популярна, и в том числе в гуманитарном образовании. Почему? Потому что в лице Леонардо мы видим героя, который совместил в себе гуманитарное, естественно, научное и техническое знание. Причем совместим его не механически, а на новом, как мы сейчас говорят, синергетическом уровне. И поэтому, изучая Леонардо, мы изучаем универсум знания. И этим он оценен. И поэтому наша выставка, которая сегодня расположена в Люберцах, она как раз и способствует к тому, чтобы зародить вот этот ген любознательности, ген мотивации изучения, творчества, истории, культуры с использованием новейшего инструмента. То есть это когда история подталкивает, человек может, скажем так, не очень любить историю, молодой ученый, например, занимающийся. Но это может его потолкнуть, что сама технология, ну, скажем, подход к этому изучению может помочь ему стартовать в современном медиапространстве, в современном научном пространстве. И я так понимаю, что наверняка, поправьте меня, может быть, я ошибаюсь, некие машины, каждый пытается, может быть, немножко по-своему сделать. Вот те рисунки, которые, может быть, не до конца дорисованы, каждый пытается немножко доизобрести. У меня такой вариант, а у меня такой вариант. Вы знаете, там, скорее, другая задача. Практически каждая машина из сказки, скетч, сделанный Леонардо да Винчи, если его начать так честно выполнять, как его нарисовал Леонардо, оно работать не будет. И мы впервые с этим столкнулись, когда мы начали делать трехмерное моделирование. И трехмерное моделирование показывает, что там очень много ошибок, технических, технологических ошибок Леонардо да Винчи. Ну, Леонардо не заканчивал Болонский университет, Леонардо не заканчивал МАИ, МВТУ, у него нет инженерного образования, у него всего несколько лет работы в мастерской Андрея Верокина. Поэтому естественно. Но едва ли, чтобы гениальный человек, от которого было в крови и вот в мыслях создания таких сложнейших механизмов, допускал такие ляпы. И мы пришли к выводу о том, что Леонардо порой либо оставлял рисунок недорисованным, либо делал исключительно специальные какие-то такие ошибки, что ли, типовые, что если вы выкрали его рукпись, украли этот рисунок или подсмотрели за плеча, вы его не воспроизведете. Вот поэтому нужно найти эти ошибки и сделать по-своему. И вот в этом и есть познавательный момент для молодых людей. Осваивать компьютерные программы, там, Тефлекс или какие-либо еще другие российских производителей, Компас 3D и так далее. Делать, кстати, новые программы собственные. Да, и поэтому, естественно, изучение творчества Леонардо да Винчи для трехмерного моделирования, это в том числе и образовательный процесс. Ты изучаешь компьютерную программу, ты изучаешь уровни технику и технологию моделирования, и ты создаешь еще какой-то важный, полезный, нужный и просто прекрасный художественный объект технического воплощения Леонардо. Ну, вернемся к выставке. Что на ней представлено? Как она выглядит? Что там можно будет увидеть? Ну, насколько можно рассказать, чтобы интригу сохранить? Ну, в данном случае мы попытались сделать такую мультиформатную, сейчас вообще это модно, такая полимультиформатная выставка. И в данном случае у нас эта полимультиформатная выставка, мне кажется, сложилась в Люберцах вот впервые в таком большом объеме. В первую очередь мы показываем самые известные и малоизвестные скетчи Леонардо да Винчи, которые выполнены с помощью трехмерной печати. Надо сказать, что особенность заключается в том, что это происходит почти как материализация мысли великого Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи не использовал понятие деталь, узел, сборочная единица. Гост. Гост. У него изделие складывалось сразу. Он не задумывался о каких-то... А как его собрать, как его изготовить? И сегодня аддитивные технологии, которые печатают изделие по слоям, оно и собирает его так, как задумывал да Винчи. И в этом это уникальность. Поэтому это надо увидеть, как соотносится скетч объемной трехмерной рисунка с его воплощением. Это целый цикл вот таких моделей. Кроме всего прочего, раз это сделано на 3D-принтере, то большинство из этих моделей можно освоить тактильно. Сегодня большинство музеев России и Европы не предназначены для людей с ограниченными возможностями по зрению. И поэтому с помощью вот этих тактильных экспонатов, которые выставлены в этой территории, эти люди могут это познать. Да и не только незрячие. Одно дело брать в руках и смотреть, как советовал Леонардо да Винчи, совместить тактильное, зрительное, слуховое восприятие, все органы чувств. Это еще одна экспозиция. Кроме всего прочего, совместно с Российской государственной библиотекой для слепых у нас сделано целый ряд рельефно-графических изображений, когда можно на специальном 3D-принтере отпечатанные чертежи, схемы, рисунки тактильно освоить своими руками этими людьми. Еще одним такой, как сейчас Мондо говорят, молодые люди лайфхаком, является презентация скульптурное изображение Леонардо да Винчи. Как вы знаете, традиционный портрет старика с седой бородой. И этот рисунок появился только в 1850 году, и до этого его судьба неизвестна. Поэтому с большой степенью вероятности это просто очередной фейк. Кто-то кому-то показалось так. Я вижу это так. Арт-дилер Вальпату продал этот рисунок директору Королевской библиотеки в Турине за очень приличные деньги. Этот рисунок стал, мало того, что он стал рисунком Леонардо, он еще стал автопортретом. Но это не совсем так. Так вот, мы демонстрируем бюст, который создан нашим скульптором, инженером Анатолием Северюковым. Он его создавал в течение 40 лет. Этот бюст создан на основе такого психофизиологического, что ли, анализа работы Леонардо да Винчи. И там представлен несколько другой образ. Что это за образ? Почему этот образ? Можно это увидеть на нашей выставке. И еще одна интересная вещь. Вы знаете, что сегодня Тайная вечеря, который находится в Санта-Марии-де-Ла-Грация, которую посещают, и надо за год записаться, чтобы его увидеть. Но, к сожалению, там только около 30% Леонардо да Винчи. Через 20 лет после ее написания она уже была в плохом состоянии. Через 200 лет там нельзя было практически различить уже ничего. И поэтому то, что мы видим сегодня, это работа реставраторов. Это работа по стене. Так вот, в 1808 году Джузеппе Босси, итальянский художник, по просьбе Евгения Багарне, правителя Милана того времени, сделал полноразмерную копию Тайной вечери. Сделал копию непосредственно с остатков фрески и тех копий, которые были сделаны до него. И вот эти уникальные, полномасштабные, то есть в масштабе один к одному, рисунки с Тайной вечери, волей судеб оказались в России. И сегодня они хранятся в Научно-исследовательском музее Российской академии художников в Санкт-Петербурге. Благодаря высокоточной фотографии с большим разрешением нам удалось соединить эти четыре отдельных рисунка Джузеппе Босси в единое полотно. И с помощью цифровой печати мы его распечатали так, как это было в Санта-Марии-де-Ла-Грации. 8 метров 85 сантиметров в длину и 2 метра 65 сантиметров в ширину. И сегодня вот этот впервые в России образ собранного Тайной вечери мы можем увидеть в Люберцов в музейных художествах. Тайная вечеря собралась. Тайная вечеря собралась. И, конечно, сегодня мы ее представляем на выставке «Инженерный гений». Спрашивается, инженерный гений, а при чем тут живописное полотно, в том-то и дело, что Джузеппе Босси сумел передать вот этот подход Леонардо – соединить живопись и математику. Ну да, горизонты, линии, прямые, треугольники. Это треугольники, линейные перспективы. И поэтому это полотно не мог создать, вернее, мог создать только ученый и художник одновременно. Мы знаем и до Леонардо, и после. Многие делали в Тайную вечерю. Но столь гениальное произведение мог сделать только человек универсальный гений. Ну и до сих пор эта работа. Я тоже, к сожалению, не попал в этот замечательный музей, можно так сказать. Но самое интересное то, что, завершая нашу программу, к сожалению, хочется говорить долго, потому что тема очень интересная. Вот все-таки на сегодняшний день, возвращаясь к тому вопросу, который я говорил в первой части программы, нам техника дана людям со времен Леонардо да Винчи до сих пор. Ведь не зря он что-то там, наверное, делал так, чтобы колеса все-таки не крутились или крутились не в правильном направлении. Вот нам техника во благо все-таки дана или все-таки она немножечко нас разрушает? Может быть, потому что не всегда хватает вот этой гуманитарной составляющей, когда только техника? Вы знаете, этот вопрос настолько философский, он еще и античных философов волновал, и на него ответов очень много. Но сегодня мы сейчас все чаще и чаще слышим внедрением гаджетов, хай-тека о том, что вся эта техника угнетает людей и что вот помимо каких-то бытовых удобств это все-таки приводит отдельно к деградации человека. Но мне кажется, здесь есть ответ на этот вопрос, что эта техника приводит к деградации человека только тогда, когда неправильно выстраиваются взаимоотношения человека и техники. И поэтому вот, например, наш рецепт, как не стать заложником высоких технологий, как не стать заложником вот этой техники, ответ прост. Чтобы не стать заложником, ее надо полюбить. И вот когда вы ее искренне полюбите, вы станете заказчиком этой техники, и вы поймете, что техника нужна вам для реализации ваших самых смелых и творческих задач. Полюбите хай-тек, и вы не будете его заложником. Да, и техника поможет вам жить, и вы не будете рабом техники, а будете получать максимальные возможности, получать то самое удовольствие. Спасибо огромное. Я думаю, что после нашего эфира многие к вам придут. Кстати, как выставка работает? До какого? Выставка будет работать до 30 ноября этого года. Есть возможность посмотреть. Да, и поэтому в дневные и воскресные дни мы ждем вас с нашей гидой, экскурсоводой, который работает в этой выставке. Готовы провести. Да, а для молодых людей для нас приготовлен сюрприз. На выставке есть экспонаты с так называемой дополненной реальностью, поэтому обязательно захватите с собой гаджеты, смартфоны и планшеты. Они вам понадобятся, чтобы проникнуть в творческую мастерскую «Довинчи». Вот так вот. Так что никуда без техники. К технику, в гости к технику, без техники нельзя ходить. Огромное спасибо директору Международного института новых образовательных технологий Российского государственного гуманитарного университета Сергея Викторовича Кувшинов, кандидат технических наук, историк, человек, который специализируется именно в этом направлении, который, как мне кажется, Леонардо да Винчи знает все. Спасибо вам огромное. Спасибо, Николай. Приходите к нам еще. Очень интересно было общаться. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова